видео создано при поддержке зрителей на бусти ссылка в описании привет всем джедаем ситхам сепаратистам республиканцам мандаворцам имперцам повстанцами и прочим подписчикам и случайно заглянувшим на огонек надеюсь среди случайных посетителей нет южен вонгов а то очень стрёмные ребята темой этого видео почтенная публика выбрала у дк универсальный десантный корабль типа аккламатор еще одна неотъемлемая часть образа великой армии республики в войнах клонов а еще и имперского флота так как в отличие от винаторов этот у дк использовался многие десятилетия встречался в имперских осколках и после эндора и даже разносчики демократии из альянса повстанцев и новой республики сумели наложить на него загребущие лапы аккламатор незаслуженно находится в тени винатора а ведь без их участия не обходилась ни одна крупная десантная операция во время в воин клонов а сразу после войны без аккламаторов было бы невозможно отвоевание а кое-где и завоевание внешнего кольца флотом галактической империи аккламаторы были надежной маршруткой всея клонированного воинства всю войну исправно доставлявший одноликих бояк к месту ратной работы утверждая технику для второго эпизода лукас специально потребовал придать новым кораблям треугольную форму намекая на характерный имперский клиновидный дизайн будущих звездных разрушителей а уж сценаристы писатели художественных книг и справочников по заказу конторы лукаса и по его личному требованию сумели логически объяснить целесообразность такого дизайна получилось интересно сегодня в этом видео традиционно подробно и придирчиво рассмотрим конструкцию корабля и опыт его боевого применения на бескрайних просторах галактики звездных войн а еще столь же традиционно я расскажу и предысторию как и почему на свет появился аккламатор и прежде чем начнем скажу что шутки прибалутки от которых эксперимента ради отказался в прошлое видео статье возвращаются на положенное им место как и юмористические вставки перебивки из других фильмов это уже стало доброй традиции своеобразной фишкой канала и судя по комментариям большинство их приветствует а тем кому это не нравится отвечу видео цитатой народу нравится ну с поехали для начала стоит сказать несколько слов о классе корабля ибо слишком часто народ ошибается называя аккламатор тук рейсером то фрегатом а то и вовсе ударным кораблем или осадным кораблем на русскоязычные вукипедии аккламатор по-прежнему обзывают ударный корабль вот скриншот ну простим это википедии все-таки знатоков военной терминологии там отродясь не водилось судя по многочисленным ошибкам в переводах ударный корабль это дословный перевод американского термина ассоут шип так в звездно-полосатой заокеанской стране под названием united states of toky america то бишь сша называют удк универсальные десантные корабли вот например на этом фото вы видите 6 удк вмс сша два из них головной и первый с левого борта это древний как говно мамонта удк типа тарава остальные принадлежат к более новому типу уос ну как новые с восемьдесят девятого года плавают так вот аккламатор это именно удк хотя можно смело называть его и бдк большой десантный корабль между удк и бдк есть определенная разница фрегатом аккламатор ошибочно назвали в игре empire at war да эту ошибку потом официалы признали но осадочек как говорится остался раздолбайство старая добрая мировая традиция а вот крейсером справедливо называть только некоторые модификации в особенности аккламатор второго поколения аккламатор 2 о котором я тоже поведаю в этой видео статье кстати про empire at war криво косо состряпанный перевод этой культовой игрушки над которым когда-то знатно потешалась вся фанатская публика принес нам еще один глюк косяк какой-то надмозг переводивший игрушку назвал героя сегодняшнего видео миротворец и все бы ничего но до сих пор нет нет да да кто-то назовет аккламатор миротворцем когда впервые увидел это название поначалу даже не понял о какой зэвешной по сути не идет речь но потом привык хотя все равно лучше называть корабль как он есть аккламатор тем более аглицкая словечка аккламатор не имеет ничего общего с миротворчеством например созвучное слово аккломейшн значит одобрение приветственный возглас и все такое прочее да и предок у аккламатора был далек от миротворчества но очень близок к грузоперевозкам как корабль бублик торговой федерации про который было отдельное большое видео на канале будущие клонячие треуголки переползли с кульманов на стапеле верфей еще за несколько десятилетий до воин клонов но тогда еще это был не боевой корабль возможно тогда инженеры корпорации код drive yards а если точнее ее дочерней компании ротана хэви инжиниринг даже не догадывались насколько удачная суденышко им удалось состряпать как вы уже убедились из моих прошлых видео кладовцы умели использовать свои старые наработки по полной программе аккламатор не стал исключением стоит сказать что аккламаторы были первыми транспортно-боевыми трансгалактическими кораблями за многие поколения не стоит удивляться этому факту десантные корабли в изобилии существовали в галактике и до аккламатора что и неудивительно учитывая огромное количество локальных войн в республике но все существовавшие до этого корабли имели медленные гипер двигатели и не несли на борту достаточный запас топлива для дальних полетов причиной этого было отсутствие потребности в кораблях подобного класса из-за того что масштабы большинства войн ограничивались границами одной-двух систем только конфликт известный как гиперпространственная война старка начавшийся и закончившийся в сорок четвертом году до явина впервые потребовал бдк с большой дальностью полета военную версию транспортника доработали допилили еще в тридцать втором году до явина и выдали для посмотреть всем заказчикам которые вскоре нарисовались так как в этом же самом тридцать втором году резиноморды гешет махера из торговой федерации полезли на набу тогда же турнули валорома и верховным канцлером стал палпатин тогда же ну короче и события первого эпизода в это же интересное время мастер джедай сайфа диас нанял ну не совсем сам лично нанял каминанцев для создания армии клонов для галактической республики армии созданы по генетическому шаблону джанга фета кстати выбрал кандидата лично высокородный подс граф дуку за шо ему конечно же спасибо каминанцы несомненно те еще умельцы но корабли они строить не умели от слова совсем сразу став искать субподрядчиков вспоминая те события лама су премьер-министр камино говорил мастер сайфа диас заказал нам создание самой мощной армии в галактике чтобы выполнить его заказ мы работали только с лучшими кораблестроителями лучшие детям американским клад в особенности дочерняя компания ротана были для этого идеальным вариантом и вот почему когда-то корпорация qat drive yards была союзницей торговой федерации пресловутые корабли бублики часто из большой выгоды для куатовцев ремонтировались на их верфях более того два очень знатных куатов со входили в состав директората торговой федерации главного управляющего органа всей торгово-транспортной шарашкиной конторы представительство куата было самым ощутимым в директорате который состоял из семи членов состав там был таким гран одна штука салостанин одна штука и аж 4 человека два куатовца один с планеты балмора и один с планеты фильве причем балмора также была тесно связана с куатом и часто отстаивала его интересы а во главе директората находился всего лишь один неймодианец вице-король нут ганрей вице-король да уж правду говорят чем сомнительнее контора тем генеральный директор такой расклад конечно же не устраивал ганрея едва гонорею от взмущение не заработавший не нравился он и ситхам уже успевшим положить глаз на неймодианцев отведя торговой федерации одну из ключевых ролей в грядущие многоходовочки но лишь бы все захватать своей великой радости своей великой радости к своей великой радости впрочем союз куата и его дочерней компании с будущей конфедерации независимых систем мог не состояться и по причине тесной связи наиболее влиятельных семей куата с республикой и верховным канцлером палпатином хотя последний факт вполне мог и не браться в расчет как говорится бизнес есть бизнес кстати куатовцы были тесно связаны еще и с техносоюзом также будущим основателем конфедерации независимых систем до была и такая страничка в книге их коммерческого бытия а потом в отношениях между торгашами и корабелами пробежала черная кошка хотя нет там целый ранкор проскакал случилось сие незадолго до начала сепаратистского кризиса а именно в тридцать третьем году до явина в этом году очень неприятно закончился торговый саммит на эриаду где для перетереть за торговлю собралось несколько сотен достопочтимых сэров из рук из множества крупных компаний и корпораций были там сенаторы были там джедаи были журналисты были да много кто пожаловал и вот там по ситскому велению да по неймодиан скому хотению было организовано и блестяще осуществлено покушение на директорат торговой федерации тогда дроиды b1 охранявший членов директората их же и застрелили выжил только нут ганрей потом это называли кто терактом кто технической ошибкой а то и вовсе трагической случайностью но куатовцы понимали откуда уши растут за одно мгновение они потеряли влияние на торговую федерацию а значит потеряли кредитки и деньги шекели сразу после покушения куатовцы разорвали все связи с торговой федерацией дули в кармане скрутили и мысленно-матерно пообещали вредить торгашам как смогут вскоре им представилась такая возможность а ведь до этого многие политические аналитики и сенаторы галактики были убеждены что в назревающем сепаратистском кризисе клад поддержит торговую федерацию особенно встанет на сторону ги шефтмахера в противостоянии предложенному галактическим сенатом законопроекту о пересмотре налогообложения торговых маршрутов во внешнем кольце но вон оно как случилось политикас экономикас еще раз зацените ситскую многоходовочку устроив покушение на эриаду палватин приводит к власти над торговой федерацией полностью подконтрольных ему неимадианцев тем самым усиливая разрыв федерации с республикой и одновременно провоцируя вражду между куатом и федерацией куатом который в будущем станет главным производителем кораблей оружия и военной техники для республики в воинах клонов для войны катализатором который палпатин и был и все это для того чтобы захватить власть для себя любимого и одновременно дабы подготовить беззубую галактику к войне с иногалактическими захватчиками в далекой перспективе вот так помогает хорошо устроенный заговор хорошо спланированные убийства шикарная многоходовочка красиво тут не придерешься золотая голова конспиратор палпатин конечно жестокий хитрый засранец но в уме ему не откажешь помимо акваматоров коминанцы заказали куату и его дочерние ратане разработку и производство многих других военных ништяков от пушек до кораблей и танков так именно инженеры ратаны создали знаменитые тяжелые шагоходы а т т е гибрид танка и пмп самоходки а т ap sph и репульсорные танки тх-130 разведывательные шагоходы а т рт и легендарные лад причем что характерно в данном случае тоже инженеры куата и ратаны не стали изобретать велосипед просто допилив напильником хорошо освоенные машины под требования военных так напомню предкам а т т е был гражданский броневик для труднопроходимой местности на который навесили пушки броню и чаток перековыряли начинку а т рт в девичестве был полицейским шагоходом за хулиганами гонялся и митингующих успокаивал и лад тоже был создан на основе полицейского атмосферного десантно-штурмового транспорта в от е молодцы кодровьярц но все же не стоит думать что аккламаторы были грузовиками переделанными в десантные корабли для будущей великой армии республики строились аппараты сильно переработанного проекта уже полноценный боевые корабли что же касается заводов и верфей ротаны то тамошние руководители прекрасно знали что клепает кораблики и клей танчики в интересах каминанцев но не спешили раскрывать сей секрет всему свету из-за упомянутых недружелюбных отношений с торговой федерацией к началу войны ставших напряженными и натянутыми как презерватив на глобус такую лишнюю неприязнь я испытываю что кушать не могу некоторые особо сообразительные товарищи и водевшие информации о титаническом размахе производства догадывались что тысячи кораблей миллионы пушек сотни тысяч танков и самоходок нужно именно галактической республики они каким-то там каминансов их заказчиков а учитывая что республика уже была в контрах с торговой федерацией ожидание грядущего озвездюлевания торгашей грела им душу и обещала очень хорошо согреть кошелек красота все довольны каминансы не зря заказали технику и корабли у одной конторы таким образом не пришлось париться совместимостью техники которую аккламаторы должны были возить и десантировать к несчастью господ буржуев это был не тот случай когда стоило разбрасываться заказами по десяткам субподрядчиков иначе был риск преждевременного обнаружения армии клонов а там и истинного заказчика что палпатину бы не понравилось или пришлось бы геморройца со стандартизации и совместимостью техники и перевозящих ее кораблей прямо во время войны что сами понимаете сули только вечные мигрени у снабженцев и жопа боль у инженеров хотя есть у складывания всех яиц в одну корзину и свои недостатки сами понимаете какие ну а для куата все это было сплошными выгодами жирный заказ на долгие долгие годы мы сможем купаться в деньгах и швырять их в море теперь же перейдем конструкции треугольной клановозки как и следует ожидать от десантного корабля большую часть внутреннего пространства занимал огромный десантный отсек а точнее отсеки их было два там размещалась и летающая ходячая и ездящая но вся жутко стрелючая техника а также казармы для солдат ну как огромный отсек по ком далекой-далекой галактики до огромный все-таки наша любимая вымышленная вселенная далеко не рекордсмен в космической фантастики по части гигантомании до вархаммер это я сейчас про тебя подумал десантных отсеков у корабля было как я уже сказал два сообщавшихся между собой широкими противовзрывными дверями так повышалась выживаемость возимой техники и десанта а заодно позволял втолкнуть в центр корабля внушительного размера реактор и несколько прочих систем о которых я расскажу далее длина каждого десантного отсека было около 400 метров при этом длина всего корабля составляла 752 метра ширина 460 метров а высота 183 метра ну или ровно 200 метров если считать с выдвинутыми посадочными опорами по периметру отсеков располагались боксы для тяжелой техники в которых было установлено все необходимое оборудование для заправки и диагностики ремонта и прочего кручения гаек клонированными механиками или как часто бывало не клонированными специалистами разве что капитальный ремонт машины там было сделать проблематично впрочем объемы производства военной техники самых первых дней войны были таковы что сильно поврежденные танки и шагоходы можно было просто бросить на полях сражений бросить на радость мусорщикам жадных добитого казенного военного добра но и криминал с повстанцами много лет спустя были несказанно рады такому республиканскому расточительству всего в боксах могло одновременно находиться 48 шагоходов от это е 320 спидербайков 36 сверхтяжелых самоходок с пи эйч эй и или другая техника подходящего размера в том числе крупные репульсорные и колесные машины и плюс к этому 11 тысяч 250 тонн прочих военных грузов от запчастей до снарядов а возить это все должны были 66 лад и и 14 лаций всего 80 лад но внимание эта нагрузка была штатной на первый день войны именно с таким багажом юда привел аккламаторы дженозису дабы там раздавать люлей пока его монашествующих подчиненных по джедайскому ордену не размазали тонким красным слоем парень и дженозиса но уже через несколько дней когда была официально создана великая армия республики когда был сформирован генеральный штаб армии и высокие военные кабинеты и региональные чтобы затолкали наспех приглашенных адмиралов до генералов ранее воеводящих своих зажопинсках и мухосрансках и когда сразу генеральский чин выдали носителям банных халатов и светопалок вот тогда начали думу думать и в задумчивости лбу морщить на тему что же такое эдакое мы отныне будем грузить в наши аккламаторы грамотные люди до сих невеселых времен носивших форму самых разных армий туевой кучи планет дружно смекнули что грузить в аккламаторы аж 36 сверхтяжелых самоходах spha нет никакой надобности место они занимают овер дохрена беспосадочным способом их не высадить стоит ё-моё сколько казенных галактических рублей но главное тактическая ниша у них очень узкая лучше отдать место в десантном отсеке прекрасно зарекомендовавшим себя от этой и про которые тоже было отдельное видео разведывательным шагах он am at rt про них я тоже рассказывал и танкам семейства tx-130 до рассказа о которых у меня еще руки не дотянулись но ничего дотянуться еще помните у нас длинные руки таким образом уже концу первого года войны аккламаторы в основном возили технику которую можно было высадить не рискуя садиться на планету где как вы помните по мультсериалу воины клонов медленно ползущие по небу десантные корабли могла ждать например вот такая вот жопа в виде сепаратистских протонных пушек вроде небольшое стреля два но запросто несколькими меткими попаданиями может уронить дорогущую клановозку на дополнительные закупки которой галактическая республика додумалась потом даже взять очередной кредит у банковского клана но о стоимости поговорим попозже ценник там вывесили такой что не в сказке сказать не матом сформулировать но по мнению республиканского сената конечно тут же отмечу что впечатлившись боевой эффективностью аккламаторов в первом же сражении на джианозисе и на орбите пустынной планеты галактическая республика заказала сразу тысячу новых аккламаторов в дополнение к уже тем что достались даром и тем которые еще продолжали строиться куатовцы радостно потирали ручки и взялись за дело засучив рукава работа не волк нет нет это не надо но вернемся к десантированию приоритет был отдан высадки техники из космоса или из стратосферы а стало быть значительную часть внутреннего пространства заняли десантные транспорты лад разных модификаций а если быть точным двух модификаций лад и пехотный и лад си транспортный собственно литера си и значит транспортный карьер если по-английски а и это инфантри пехота лад и находились в подвешенном состоянии на рампе рельсового типа таким образом они не мешали работе палубной команде при обслуживании техники для ремонта и загрузки десанта лад и могли опускаться на палубу хотя чаще всего десант занимал свои места внутри транспорта в средней части десантного отсека где рельсовая рампа проходила на уровне верхних палуб такой способ погрузки вы уже видели на одно из картинок так грузились латы в пятой серии второго сезона воин клонов кстати одна из лучших серий мультсериала ибо там наконец-то показали более-менее массовую высадку воздушного десанта кровавую высадку смею заметить но так только интереснее для запуска лад выдвигался на стартовую позицию и выбрасывался в открытый космос через широкий выход в днище корабля в это время тележка на рельсовой рампе подводила к шлюзу следующий транспорт туда быстро забегала пехтура и лад уползал по направляющей к дырке шлюзу в брюхе корабля выглядело это примерно как посадка на фуникулер разве что соседи вместо сумок были обвешаны оружием и боеприпасами и были все с одинаково хмурыми лицами настроенными на драку такая погрузка была удобна еще и тем что посадочная зона находилась рядом с казармами солдат пехтуре не нужно было носиться по всему ангару в поисках своего транспорта создавая в отсеке не положенный по уставу бардак надел доспехи и вооружился обвесился гранатами энергоячейками и газовыми картриджами для бластеров и можешь забегать в поданный транспорт все быстро удобно оперативно человеке все должно быть прекрасно погоны кокарда и спойня иначе это не человека млекопитающие лад си предназначены для перевозки тяжелой техники грузились похожим образом разве что технику подхватывали в другом месте десантного отсека все это позволяло при широкомасштабном десантировании сократить время взлета до минимума ангар корабля мог опустить буквально за несколько минут а скорость запуска десантно-высадочных средств время концентрации десанта перед непосредственной высадкой все это крайне важно для успеха десантной операции особенно для первой волны десанта которая предстоит сбить супостата с занимаемых позиций и обеспечить плацдарм для высадки основных сил в том числе артиллерийских и бронетанковых подразделений с помощью которых второй и третьей волне десанта предстоит давить сепаратистскую гадину пробивая ее оборону выходя на оперативный простор и такое прочее вспоминаем высадку союзников в нормандии во второй мировой которую так богато изобразил кинематограф однако был у такого метода запуска лад и один существенный недостаток при выходе из строя рельсовых направляющих по боевым или по каким-либо иным причинам вся высадка могла застопориться на неопределенный срок таком случае приходилось опускать невзлетевший лад демонтировать тележку и только потом подводить к шлюзу следующий транспортник а то и вовсе заменять рельсовую секцию ну или пилотам приходилось выводить лад вручную при помощи наземных команд каждую секунду рискуя столкнуться с шагающей по палубе техникой и другими взлетающими или заходящими на посадку лад ситуевину мог исправить только проектор притягивающего луча установлены внутри ангара как это потом сделали внутри и зер имперского звездного разрушителя но в этот раз инженера маратаны такая светлая мысль в голову не пришла как гласит известная поговорка хорошая мысля приходит только опосля в военной сфере опосля потерь после крови возвращались на корабль лад обратным способом подходили к ангарному выходу где стыковались захватами рельсовой направляющей и втягивались внутрь но или сами пилоты заводили свои машины в ангар опираясь только на свои летные навыки попутно тревожа нервы палубной команды создавая лад умельцы из аратаны сразу додумались использовать его не только в роли такси для клонов но и в качестве штурмовика пригодного к суборбитальным полетам первоначально на аккламаторе не планировали размещать авиагруппу из истребителей и бомбардировщиков задачи бэше у бомбо штурмовых ударов полностью возлагались на ват а их прикрытием и также нанесением бэше у должны были заниматься истребители и бомбовозы с сопровождавших аккламаторы звездных разрушителей типа винатор но сразу после начала галактического марта боя в республиканских военных умах настойчиво зашевелилась одна извилина или может даже не одна раз на наших аккламаторах так много свободного места они перепрофилировать ли нам некоторые десантные корабли в эдакий эрзац авианосцы так себе идейка если честно при наличии по флоте приличного количества винаторов хорошо что мысля многомудрых многозвездных генералов дальше не пошла а как насчет нескольких боковых амбразур для винтовок чтобы ребята могли высовывать оружие и стрелять во врага да до такого они тоже могли бы додуматься но между тем авианосная версия аккламатора все-таки появилась эту модификацию вы имели возможность лицезреть в странно нарисованном сериале с тем же названием клон ворс разве что режиссером тогда был не давид филонян то есть дэй филоне а геннадий тартаковский вот этот коварный тип славянской нарушности вот она рука кремля потом мини-серии слепили в один длинный полнометражный мультфильм сейчас этот проект принято хаять за дикую рисовку и гигантоманию ну в тех случаях когда вообще его кто-то видел однако этот мультфильм принес нам несколько очень популярных персонажей кое-какую технику и много чего еще что потом прочно вписалась в расширенной вселенной и даже была перетащена ушлыми девицами гарными и хлопцами перегарными из сюжетной группы в новый канон мое уважение ну ладно я отвлекся во второй главе этого мультсериала нам показали масштабную битву за муни линст родную планету вулунов и одну из важнейших планет банковского клана думаю вы понимаете насколько большое стратегическое значение имел муни линст для всей конфедерации независимых систем это понимали обе стороны и банкиры там основательно укрепились республиканцам неприличные жесты показывали и слали их к хатской матери побоище состоялось в начале войны начавшись всего лишь через месяц после столь же грандиозной баталии на дженозисе вар великая армия республики пригнала для повоевать огромный флот из более чем 200 боевых кораблей разных типов и классов флот поменьше вряд ли был смог захватить эту планету крепость среди кораблей прибывшей армады было много аккламаторов а среди этих аккламаторов затесалось несколько авианосных модификаций нам известно имя одного из этих кораблей не будто by невутийская пчела рой у этой пчелки был знатный в двух ее десантных отсеках переделанных в ангары гнездилось 156 легких истребителей в 19 лавина то есть 13 эскадриль и чертова дюжина республиканских летунов в самом начале сражения республиканская эскадра в особенности авианосца на базе аккламаторов развернули тысячи истребителей и бомбардировщиков они своими пушками ракетами и торпедами при поддержке корабельных турболазеров шустро вынесли вперед ногами всю орбитальную оборону муунов банкирам оставалось только охать ахать и охуею удивляться прыти неприятеля их можно понять когда видишь на сканерах и собственными зенками аккламатор то ожидаешь что он привез к тебе недружелюбных парней в белой броне с их бронетанковыми игрушками ну и соответствующим образом строишь тактику обороны а тут внезапно из вроде как десантной клановозки где истребителей отродясь не было аки саранча начинают вываливаться истребители и бомбардировщики в огромных количествах surprise мода фака и вот в том числе воспользовавшись эффектом внезапности орбитальная оборона молни линста было быстро и эффективно прорвано а вот дальше дела пошли уже хуже из-за чего битва за планету растянулась на долгие четыре недели если меня сейчас слушают поклонники вселенной вечной войны и вечного пафоса то бишь вархаммера где драка за планету в течение десятилетия это обычное дело скажу что в звездных войнах космические и наземные сражения как правило очень скоротечные осада планеты состоит из взятия ключевых точек таких как позиции пк о генераторы и проекторы защитного поля заводы фабрики и крупные города после этого достаточно повесить на орбите какой-нибудь захудалый кораблик и все отсюда ребятки наша родина диктует свою непреклонную волю а дальше борьба с малыми группами злюкин партизанин переполненных патриотизмом на пару с ненавистью и не пожелавших сложить оружие перед ликом оккупантов хотя планеты банкиров и крупные торговые центры в звездных войнах обычно обходились без партизанского движения ну по крайней мере длительного банкиров и торговцам какая разница с кем торговать лишь бы под окнами не стреляли обычно там яростно обороняются пока враг только пришел закидывая его тоннами ракет торпед и залпами турболазеров потом пытаются помешать десанту забрасывая его волнами пехоты и техники а когда вражина уже высадилась и яростно стучит прикладами в двери уважаемых состоятельных людей те прикинув риски и часто поднимает лапки кверху и показывает пальцем на того кто это все придумал но я опять отвлекся примечательно что авианосные модификации аккламаторов не забыли добавить и в новый канон присутствует там также и авианосец невутийская пчела есть такая карточка в настолке армада есть в новом каноне и упомянутая битва за муни линст авианесущие модификации аккламаторов возили не только легкие истребители с их палуб могли взлетать и тяжелые орбитальные бомбардировщики птб-625 выглядит знакомо да именно на их базе был создан вот этот красавец многоцелевой тяжелый истребитель арси 170 170 были массовым явлением а вот птб-625 был очень редкая птица и аккламаторов авианосцев было очень мало все-таки главным носителем летающих разносчиков республиканской демократии был винатор это объяснение с точки зрения лора вселенной а вне лорное объяснение появления аккламаторов авианосцев заключается в том что мультфильм русско-американского режиссера стартовал еще до выхода третьего эпизода в ноябре 2003 года то есть до появления в звездных войнах винаторов а когда в 2005 году вышел эпизод под номером 3 и нам такие выдали винаторы нужно было как-то вписывать аккламаторы в общую логику повествования точно таким же макаром потом пришлось объяснять и другие модификации аккламатора а именно крейсер и торпедоносец но не будем бежать впереди ранкура рассказ о модификациях аккламатора будет позже сейчас же завершу рассказ об аккламаторах авианосцах приведя в пример еще один корабль носивший необычное имя уравнитель им командовал тогда еще никому неизвестный капитан гилот пелион да да тот самый вверено ему казенное имущество отличалось не только наличием ангара с истребителями но и пусковыми установками со специальными ракетами испытание боем этих новых ракет было первостепенным заданием уравнителя авианосец участвовал в битвах за мерсон гавтикар и джан фатал два последних сражения завершились победы республиканских войск хотя в сражении за джан фатал уравнитель получил тяжелые повреждения а вот битва на мерсоне было катастрофой для республиканцев ибо весь высаженный десант дроиды сепаратистов вырезали под ноль попутно грохнув и парочку подвернувшихся под ноги джедаев а сейчас давайте-ка еще раз глянем на нутрянку десантной пушечной мясовозки я ведь еще не закончил рассказывать о десантном отсеке сосредоточившись на лад и без посадочном десантировании я чуть не забыл что при возможности а именно при минимальном вражеском сопротивлении когда в корабль не летели ракеты снаряды турболазеры пкло и матюки аккломатор старались посадить на планету ведь приземлив у дк высадку можно было осуществить еще быстрее а главное доставить сверх тяжелую технику такую как упомянутые ранее самоходки sph и и столь же огромные сверх тяжелые бронеавтомобили джаггернаут и такая хрущевка на колесиках про этого красавца у меня тоже была видео статья посмотрите при высадке на поверхность планеты войска покидали корабль через две очень широкие рампы по бортам конце второго эпизода именно по этим рампам всходили на борт батальоны клонов под присмотром сенаторов будущего императора и недостреленных на дженозис и джедаёв похоже сцена есть мультсериале воины клонов во время битвы на лиоте только там войска высаживались они грузились помимо аккламатор во флоте великой армии республики из крупных кораблей посадку могли осуществлять на планету только звездные разрушители типов винатор и победа однако эти корабли желательно было сажать на заранее подготовленные посадочные площадки на строительство которых могло понадобиться несколько дней а то и вовсе неделя внимательный зритель смотревший третий эпизод чуть ли не с лупой и бегавший в баттлфронте там же может возразить что видео на кашейке винатор валяющийся на пузе на лесной полянке но это было явно вынужденная посадка а вот для аккламаторов специальной площадке не требовалось универсальные трехстоечные посадочные опоры позволяли кораблю садиться на любую достаточно твердую и ровную поверхность хотя далеко не всегда можно было найти километровую более-менее ровную площадку некий ротановский творческие инженерные умы додумались оснастить посадочные опоры репульсерами то есть антигравитационными двигателями это позволяло осуществить очень мягкую посадку на поверхность при которой в десантном отсеке ничего не прыгала ничего не падала и не материлась чем мягче посадочка тем целее десант а значит тем легче ему воюется а еще антигравы в посадочных опорах позволяли легче выдерживать колоссальный вес аккламатором интересно что будет с полностью загруженным кораблем если в этой лапке отрубить репульсеры не рухнет ли он под собственным весом как кораблеядра барышников торговой федерации хотя вряд ли все-таки репульсеры в опорах были вспомогательными основной же репульсорный генератор воткнули в хвост вот тут рядом с гравитационными компенсаторами а репульсерные проекторы расположили вдоль всего брюха клановозки так что при отключении репульсеров посадочных опорах можно было включить главный репульсер энергозатратно конечно но если придется до жить захочешь не так расхорячься помимо главной палубы которую вы часто видели в комиксах в мультсериалах и которую описывали в книгах был еще и нижний трюм вот эти лифты вели в подпалубное пространство где хранилась часть боевой техники инструменты оборудование и боеприпасы всего таких лифтов было несколько десятков для удобства перевозки всякой всячины по отсеку были предусмотрены краны и грузовые горизонтальные турболифты пронзавшие корабль от носа до кормы удобно десятки вертикальных пассажирских турболифтов связывали десантный отсек с остальными отсеками корабля до картинки в разрезе показан один из них вот тут этими лифтами в основном пользовалась самое важное и самое дорогое государственное имущество клоны акваматор мог перевозить до 16 тысяч пехотинцев а это замечу 7 полнокровных полков со всем своим скарбом и это не считая пилотов и механиков 15 верхних палуб в разных участках корабля их количество варьировалось они были заняты бараками столовыми оружейными складами кают компаниями различными техническими помещениями конференц-залом и вместительным лазаретом так как такое количество десантников часто получает ранения заболевают все-таки не дроиды на борту были даже тренировочные залы и тир как минимум один большую часть в центре акваматора между двумя десантными отсеками занимал огромный реактор окруженной сферой из толстой брони обрамленной несущим каркасом корабля и защищенный снизу несколькими уровнями десантного отсека а сверху пятью палубами над которыми было еще и броня так что думать забудьте взорвать корабельный реактор если у вас нет очень мощных турболазеров или очень мощных протонных торпед лучше сосредоточьте своей внимание на вот этих огромных сферах диаметром около 50 метров это топливные баки корабля в районе носовых баков броня была потоньше а палуб над ними и под ними гораздо меньше детонацию реакторного топлива вызвать конечно сложновато но все же можно а какой эффекта после этого будет 0 горя были ясно чтобы не погасло. Ну и фонить радиации будет так, что счетчик Гейгера будет заливаться соловьем. Экипажу и десанту мало не покажется. В носовой части есть и еще одна вкусная цель для пушек и ракет-сепаратистов – вспомогательные реакторы. Об их мощности у нас данных нет, но судя по их размерам, при отказе основного реактора вырабатываемой ими энергии вряд ли хватит для обеспечения всех потребностей корабля. Они нужны не только при отказе или временном отключении основного реактора, но и на случай большой нагрузки на основной реактор. Например, при подготовке корабля к переходу в гиперпространство, при включении счетов на максимум, при подаче максимальной энергии на пушки, ну или если кому-то вздумается криптой заняться. Хотя в Звездных войнах ее нет. Главными потребителями энергии были, конечно же, двигатель и гипердвигатель в этом вот хвосте. Да, в данном случае именно в хвосте, а не на корме, так как этот отросток на заднице аккламатора называли именно хвостом. Да и как его иначе-то назвать? Хвост пришлось сделать, дабы внутри корабля было побольше места для десанта. По этой же причине двигатели корабля вынесли за пределы основного корпуса. То есть за пределы бронированного объема, сделав их одновременно очень уязвимыми. Точно такая же беда была на Винаторах. А вот на Победах и Императорах, силич Имперских Звездных Разрушителях, большая часть движков была утоплена в корпус, для их большей сохранности. Генераторы щитов разместили в немного неожиданном для кулата месте, по бортам корпуса. Вот на этом рисунке в разрезе показан один из них. К слову о защищенности. Броня у аккламатора была пусть и не самой плохой, но особо прочно ее все-таки назвать трудно. А вот щиты у клоновозки были вполне приличные для своего времени. Не намного хуже, чем у ПЗР, Звездного Разрушителя типа Победа второго поколения. Victory 2 класс Star Destroyer. И не сильно хуже, чем у Щедрого, самого массового крупного боевого корабля флота конфедерации независимых систем. Кстати, я его обожаю. Если сравнивать Щедрый и Аккламатор, я бы смело поставил на посудину сепаратистов. И не только потому, что я ее люблю. У Щедрого гораздо выше общая живучесть, прочнее броня, хотя и не во всех участках корпуса. И он намного лучше вооружен. Впрочем, сравнение не очень объективное, так как Щедрый это многоцелевой боевой корабль, а Аккламатор десантный. Возвращаясь к сравнению Щитов. Мощность рефлекторов Аккламатора была на треть хуже, чем у Венатора. И по общей боевой живучести Венатор, конечно же, намного превосходил Аккламатор. Как-никак, ему в основном приходилось танковать, принимая на себя всю ярость пушек сепаратистских эскадр. Эскадр, при встрече с которыми Аккламатор лучше было держаться за спиной Венатора и победы, или драпать на максимально возможной скорости. Корабль приводили в движение два маршевых и два вспомогательных двигателя. Вспомогательные использовали для маневрирования и при наборе скорости. Примечательно, что на Аккламаторе, по всей видимости, не было маневровых двигателей. Ну или я просто не нашел ни одного их упоминания. Скорее всего, их таки не было, так как известно, что маршевые двигатели корабля были оснащены 8-ю электромагнитными панелями для отклонения выхлопной струи. Проще говоря, это был своеобразный аналог ОВТ, отклоняемого вектора тяги из реального мира. Такие вы могли видеть на нескольких отечественных истребителях поколения 4+, 4++ и, конечно же, на истребителе пятого поколения Су-57. Вот так они выглядят. Кастрированная версия ОВТ есть и на американских истребителях пятого поколения F-22 Raptor. Кастрированная, потому что у него вектор тяги отклоняется только по вертикали. Вот такой вот коробчатой конструкцией. Подобная ОВТ стояла и на Аккламаторах, хотя и не двигалась так быстро и так красиво. Кроме ОВТ, помощь в маневрировании оказывал главный репульсер на хвосте. В ЗВшной фанатской среде закрепилось устойчивое мнение, что репульсеры кораблям далекой-предалекой нужны только при полетах в атмосфере. В основном, конечно, да. Но вблизи планетоидов их тоже можно использовать для движения и маневрирования. Так себе решение, но ежели приспичит, то чем черт, сила не шутит. Интересной находкой были вот эти огромные зажимы на корме корабля. Они удерживали маршевые и вспомогательные двигатели. При серьезном повреждении движков, особенно при угрозе их взрыва, двигатели можно было отстыковать от корабля, сбросив да куда угодно. Хоть прямиком на голову удивленного супостата. Я бы на его месте порядочно офигел от такого перформанса. Явно не весело, когда тебе на башку стаметровый движок падает. Хотя удивился бы не так сильно, как от картины аварийного сброса реактора имперского звездного разрушителя. В видео статье про ИЗР я этот процесс упоминал. Возможность отстыковки двигателей позволяет быстро заменять их даже на стапелях малых верфей, не предназначенных для обслуживания звездолетов такого размера. Или заменять прямиком в открытом космосе при наличии судна материально-технического обеспечения. Эдакой летающей мастерской. А если аккламатор садился на специально оборудованную посадочную площадку, то замену двигателя и его ремонт можно было осуществить прямо там, на земле. И сделать это очень быстро. С винатором такое тоже можно было провернуть, но у него легко демонтировалась только часть двигателя, а у аккламатора он, судя по всему, снимался целиком. Точно таким же способом можно было заменить отсек с гипердвигателем. А эта фишка была крайне важна, так как его, все из-за того же желания сделать побольше десантный отсек, тоже вынесли за пределы основного корпуса. Гипердвигатель также находился в хвосте и был лакомой целью для вражеских бомбардировщиков. Особенно при учете того, что задняя полусфера корабля была практически не прикрыта артиллерией. Про вооружение аккламатора я расскажу через несколько минут. Еще одна ложка дегтя. Реактор на аккламаторе был далеко не самым лучшим в галактике с точки зрения системы охлаждения. Да и двигатели не были предметом инженерного искусства. Они грелись как лада приора в солнечный день. Чтобы охлаждать все это хозяйство, на корабле пришлось заморочиться с системой теплоотвода. Видите, вот эти решетчатые конструкции. Это важнейший узел корабельной системы охлаждения. Достаточно выбить его и быстро перегревающийся корабль вряд ли вам позволит шмалять из пушек на максимальной мощности или держать на максималке дефлекторные щиты. Ну только если вы не захотите превратить весь корабль в огромную русскую баню. Ну только без веников и девочек. О, браток, ты уж перегрелся. Давай на выход. А ведь поврежденный блок системы охлаждения не получится заменить так же легко, как двигатели. Вторичные элементы системы охлаждения располагались по бокам от надстройки. Вот тут. Кораблю было крайне трудно затаиться где-нибудь среди астероидов из-за вот этого всего. Такую тактику, а именно отключить всю электронику и движки и затаиться, иногда проворачивали командиры фрегатов и крейсеров. Трудно, потому что аккламатор даже после отключения главного реактора в любом тепловизоре будет светиться как маяк в безлудную ночь. Если вы уже начали терять веру в маршрутку всея великой армии республики, то зря. Обычные движки корабля выдавали ускорение в 3500G, что на 500 больше, чем у Венатора. И максимальная космическая скорость, да, в Звездных войнах есть и такая, у аккламатора была чуток больше. Атмосферная скорость у ДК составляла 1200 км в час. Немного. Но в пределах атмосферы все ЗВ-шные корабли быстро не летают. Даже истребители. Гипердвигательно аккламатор тоже прикрутили на зависть многим. В то время, как на большинстве военных кораблей того времени устанавливались гипердвижки второго или, в лучшем случае, первого класса, аккламатор мог похвастаться двигателями 0,6 класса. Хотя некоторые имели гипердвижки 0,75 класса. А дальность полета на одной заправке составляла 250 тысяч световых лет. А учитывая размер далекой-далекой галактики в 120 тысяч световых лет, дык так можно два раза слетать из одного конца в другой и еще хватит горючки, чтобы залететь на Карелию за пивом и смотаться на набу за закуской. Это ж сколько на такую дуру пива надо? Очень много. Очень. Наличие быстрого гипердвигателя и великолепная дальность полета при высокой автономности по реакторному топливу в два года значительно ускоряли время реакции республиканского командования на изменение стратегической обстановки, позволяя оперативно перебрасывать войска на угрожающие направления. А также длительное время находиться в составе воюющей эскадры без необходимости искать базу для дозаправки. Ни один крупный корабль того времени не мог угнаться за аккламатором. После войны быстрый гипердвижок поначалу явно был одной из причин сохранения аккламатора на вооружении флота Галактической Империи. Все-таки быстрый военный транспортник это всегда очень приятно. Ну и от пиратов и повстанцев легче удрать вдруг какой шухер. На случай как в той песне, подмога не пришла, подкрепление не прислали, а сами отстреляться не смогли. Хотя отстреливаться аккламатору было чем? Как для десантного транспорта корабль был прилично вооружен. Самая распространенная десантная версия корабля имела 12 четырех орудийных башен с турболазерами, в сумме 48 стволов, 24 легких лазерных пушек для отстрела МЛА, малых летательных аппаратов, то есть истребителей и бомбардировщиков. И вдобавок к этому корабль нес 4 универсальные ракетно-торпедные пусковые установки с общим боезапасом в 100 протонных торпед или 80 противокорабельных ракет, то есть по 25 торпед или по 20 ракет на пусковую. Башни с турболазерами сгруппированные в две батареи по 4 башни, по батарее на борт, были размещены в верхней части корабля по бокам от надстройки. Аналогичным образом располагался главный калибр на большинстве звездных разрушителей. Еще несколько башен разместили ближе к граням корпуса. Там же на гранях располагались легкие лазерные пушки. По сути зенитки для отстрела всякой мелочевки, которую лень, да и неэффективно выцеливать турболазером. Зенитки на гранях корпуса имели хороший сектор стрельбы по бортам и в сочетании с такими же пушками в верхней и нижней частях корпуса перекрывали большую часть передней, верхней и нижней полусфер. А вот с защитой кормы у аккламатора проблем было еще больше, чем у всех кленовидных кораблей в звездных войнах вместе взятых. Как вы наверняка знаете, звездные разрушители и прочие летающие треугольники были вооружены так, чтобы создать максимум проблем супостату по курсу в передней полусфере. А вот корму в теории должна была прикрывать палубная авиагруппа, чтоб туда не залетел какой-нибудь засранец и не засадил взад республиканскому казенному имуществу какую-нибудь торпеду в чувствительный хвост. Чтобы не выбил там движки или гипердвигатель или систему охлаждения. Но вот незадачка, палубной авиагруппы у аккламатора просто не было. Не выгонять же для борьбы с гиенами и стервятниками десантный лад. Это все равно, что гвозди микроскопом забивать, то есть нецелевое применение. Командование ВАР, Великой Армии Республики, а затем и имперские военные умы не сочли это проблемой. Ведь УДК должен был гулять в составе эскадры, где его чувствительный зад могли бы прикрывать истребители из авиагрупп Венатора или Победы, а позже Императора. Но, как писал классик, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Бывало такое, что аккламатор оказывался сам по себе, и тогда встреча с любым крупным кораблем сепаратистов, даже с фрегатом типа Щедрый могла закончиться очень печально. Хотя бой для Щедрого тоже не стал бы простым. Но давайте и о хорошем скажем. Системы наведения главного калибра, даже десантного аккламатора были намного лучше, чем у большинства кораблей конфедерации независимых систем. Вполне сопоставимые с Барышником. Даже у звездного разрушителя типа Победа, Виктори Класс Стар Дестроер, системы прицеливания были чуток похуже. У вас сейчас на экране официальные тактико-технические характеристики аккламатора в системе Д-20 из энциклопедии Starships of the Galaxy. А вот с системами наведения торпед и ракет, как вы видите, у корабля были проблемы. Точность и дальность у них хромала, хотя мощность была на приличном уровне. Ох, да, я чуть не забыл про это последнее, а иногда и ультимативное оружие аккламатора. Универсальные ракетно-торпедные пусковые установки располагались в носовой части корабля. Торпеды и противокорабельные ракеты обладали неплохой мощностью, но все же были второстепенным оружием аккламатора. К слову о мощности. Несмотря на относительную малочисленность пушек и все недостатки размещения артиллерии, аккламатор был первым кораблем Великой Армии Республики, способным выполнять приказ База Дельта-0. Под этим нехитрым кодовым названием скрывалось то, что любителям вселенной Вархаммер известна под красивым названием Экс Терминатус. То есть превращение любой планеты из прекрасной и цветущей в безжизненную выжженную пустыню. База Дельта-0 это массированный обстрел поверхности в течение нескольких суток или даже пары недель, превращавший поверхность в шлак на глубину в несколько метров, а порой и в несколько десятков метров. Хотя неизвестно, участвовали ли когда-либо аккламаторы в этой ужасающей процедуре. Но известно, что приказ База Дельта-0 появился именно во время Войн Клонов и несколько раз, так и да, осуществлялся республиканским флотом. Так что это отнюдь не имперское развлечение. Хотя справедливости ради стоит сказать, что Империя выжигала планеты гораздо чаще. Примечательно, что приказ начать операцию База Дельта-0 не менялся за все время своего существования, якобы из-за того, чтобы кодовый приказ не могли понять как-то иначе, или не так исполнить, или не могли понять враги. Странное объяснение, если честно. Коды на выполнение таких задач должны быть строжайшей тайной и храниться за семью замками, а заодно и быть разными для каждого корабля, способного изобразить эдакое светопредставление. А то хахнет какой-нибудь засранец средства связи, отошлет такой приказ и вот Тенати свой же флот выжигает целиком свою же планету, где до этого партизанила полторы калеки партизан-повстанцев. Ну или выжигает не свою планету, а потом оправдываяся перед всей галактикой. Репутационный удар будет ё-моё, вон как удачно для Альянса Повстанцев сложилось с Альдорааном. Да, именно удачно. Пусть не База Дельта-0, но похожая. Таркин по своему велению, да по своему тупому хотению, грохнул планету и этим дал мощнейший козырь повстанческой пропаганды, а заодно забил гвоздь в ногу до этого бодро шагавшей пропаганде имперской. Инфоповод, который можно крутить-вертеть десятилетиями. Собственно, этим Альянс Повстанцев и Нова Республика и занимались в своей довольно грамотной информационной политике. Это что же за хрень показывает? Однако же вновь возвращаем наше внимание к вооружению аккламатора. В целом набор пушек был неплохим, как для 752-метровой посудины, хотя и недостаточным для ведения полноценного боя в формате корабль-корабль. Доказательством этому утверждению может служить хотя бы факт, упомянутый в видео статье про барышник. Напомню, ближе к концу войны, в середине 19-го года до Явина, две модифицированные сферы барышника ЛХ-1740 были направлены на помощь сторонникам сепаратистов во время так называемого кризиса флота Рендели. Это были боевые модификации с сильным вооружением и авиагруппами дроидов-истребителей. В бою у Рендели они как минимум на равных сражались с двумя кораблями типа Акламатор, которые носили имена Триумф и Донита. Оба Акламатора получили серьезные повреждения и неизвестно, каким бы был исход боя, если бы республиканцев не поддержали пять дредноутов флота Рендели и третий Акламатор. В неравном бою корабли конфедерации были уничтожены. Или можно вспомнить бой Уханогра, где в бою сошлись опять-таки корабль сфера ЛХ-1740, носивший имя Гиенна и безымянный Акламатор. Хотя в итоге Гиенна была подбита и рухнула на планету, но Акламатор получил настолько тяжелые повреждения, что его пришлось бросить. Хотя бывали случаи, когда экипажи Акламатора дрались умело, отчаянно и успешно. Приведу один такой пример с некоторым предисловием. В культовой игре Репаблик Команды мы гуляем, веселимся и лихо отстреливаем рептилоидов Трандашан на борту Акламатора, носящего властное имя Просекьютор, что можно перевести как обвинитель или прокурор. Кстати, это был первый боевой корабль, на котором некоторое время жили-поживали спецназовцы из знаменитого квартета Дельта. Обвинитель был боевой версией Акламатора. Вместо десанта он нес более мощное вооружение и был не просто боевой, а экспериментальной торпедной моделью корабля. По всей видимости, обвинитель был ранней версии Акламатора второго поколения, Акламатор 2, о котором я еще расскажу. Видите вот эти огромные торпедные аппараты, через которые мы в игре проникаем внутрь? На обычных Акламаторах такого арсенала не водилось. Командиром уникальной посудины был капитан Марц. В 21 году до Явина обвинителю поручили странные задания как для такого корабля. Защита торговых путей в Королеанском секторе. Хотя ему стоило бы сражаться на передовой в составе ударных эскадр. В процессе патрулирования операторы связи обвинителя перехватили важную информацию о планах сепаратистов в центральных мирах. Но прежде чем корабль смог связаться с командованием флота или своими силами добраться до ближайшей базы великой армии, его взяли на бордах штрандашанские наемники, перебив почти весь экипаж, включая как минимум одного джедая. Две недели спустя корабль внезапно объявился в системе Корбантис, что в секторе Чайкин в регионе экспансии. Если кому интересно, это вот тут. Дабы узнать, что случилось с обвинителем, скачать его бортовой журнал и вообще вытянуть из корабля всю собранную им информацию, на него отправили отряд клонов командос Дельта. Они в свое время хорошо изучили нетипичный торпедоносец и легко ориентировались внутри. Что было дальше, вы прекрасно помните по игре. Сейчас нас интересует другое. Когда спецназ из пробирки почти расправился со все еще куковавшими на поврежденные по судине трандешанами, из гипера внезапно вывалился барышник. На счастье клонов командира корабля сепаратистов тоже интересовала сладкая информационная начинка обвинителя, да и сам корабль. Поэтому он вознамерился отжать этот вкусный пирог себе целиком и полностью. Для этого на обвинитель была направлена абордажная группа, состоявшая целиком и полностью из боевых дроидов. Тут бы и сказочный конец о клонном кобздец, если бы вскоре не пришла подмога со стороны республиканского флота в виде еще одного боевого аккламатора с ироничным именем Арестор, прокурор и арестант. Командиром этого корабля был капитан Толбот. Пушки Арестора открыли огонь по барышнику. Вскоре к ним добавились и часть работающих турболазеров-обвинителя, управление над которыми смогли восстановить Командос. Совместными усилиями два аккламатора уничтожили барышник. То есть сделали то, что не всегда удавалось даже паре винаторов. Линкор и барышник были очень непростой целью, доверху увешенные оружием и обладавшие неплохой броней и отличными щитами. Республиканцы справились на твердую пятерку. А вы здесь все молодцы. И раз уж речь зашла о боевых вариантах аккламатора, стоит упомянуть, что среди тысячи аккламаторов, заказанных республикой сразу после битвы за Джионозис, были как уже упомянутые ранее авианосцы, так и крейсеры, где большую часть десанта выбросили на мороз. А вместо этого прикрутили на корабль дополнительные лазерные и турболазерные пушки, особенно последние. Но таких было выпущено очень мало. Сколько точно, неизвестно. А также неизвестно, сколько было построено аккламаторов-торпедоносцев. Вполне возможно, обвинитель был единственным в своем роде. О составе вооружения боевых аккламаторов мы можем только гадать. Исходя искусственных данных, можно предположить, что им добавили турболазеров, так как это важнейшее ЗВ-шное оружие космической войны. А ангар переделали для запуска истребителей, ибо обычным аккламаторам очень не хватало истребителей в составе авиагруппы. Самой же массовой боевой версией корабля стал Аккламатор 2. Это был специальный осадный корабль. Появился он не просто так. Еще до войны грамотные люди и толковые ксеносы понимали, что контроль космического пространства крейсерами и линкорами это, конечно, хорошо. Но война всегда ведется за контроль над ключевыми планетами, как в реальном средневековье, за городами и крепостями. И как в реальности, победа в полевом сражении могла привести к нулевым или около нулевым результатам для победителя, так и в Звездных войнах выиграть в космическом сражении было, конечно же, приятно. ЧСВ можно потешить. Но пока нет контроля над ключевыми планетами, войну не выиграть. Создав Аккламатор, уатовцы дали будущей Великой Армии Республики очень хороший универсальный десантный корабль. Однако наличие даже такого УДК не давало ответа на важнейший вопрос. Как брать планеты-крепости? Так в далекой-далекой галактике иногда называют планеты, защищенные планетарным защитным полем, охватывающим всю планету и утыканными средствами ПКО противокосмической обороны еще гуще, чем наша планета вышками 5G в фантазиях конспирологов. Будучи самодостаточными, планеты-крепости могли держаться годами, а порой и десятилетиями. В далеком прошлом подобные прецеденты бывали. И, кстати, Корусант далеко не единственная высокоразвитая планета, которая имела планетарный щит, проекторы которого охватывали всю планету. Щит появился у галактической столицы за многие тысячи лет до событий фильмов. И также еще в древности военные разрабатывали разнообразные осадные средства для пробивания планетарных щитов и высадки десанта. В недалеком будущем в Галактической Империи появится торпедная сфера – специальная осадная мобильная космическая станция. Первые наработки по этой теме появились как раз во время воин-клонов. Есть торпедная сфера, к счастью, и в так называемом Новом Каноне. А еще в Новом Каноне появился новый корабль – звездный разрушитель типа Анагар. Внушительного размера жутко дорогущая посудина, несущая мощные пушки, предназначенные для пробивания планетарных щитов и сокрушительной орбитальной бомбардировки. Его тоже создавали в годы воин-клонов, но запустили в производство только после войны, когда его целью стали планеты-крепости недобитков-сепаратистов. Некоторые осколки конфедерации независимых систем не пожелали сложить оружие, укрепившись на планетах-крепостях. Имперские дипломаты безуспешно пытались достучаться до их здравого смысла. Возможно, не той дубиной стучали. Наши терпения не безграничны. Соедините меня с белым домом. Кто-то из недобитков надеялся там пересидеть. Кто-то рассчитывал выторговать для себя и своей любимой планеты в более выгодные условия капитуляции и послевоенного жития-бытия в составе Империи. Хотя самые умные сепаратисты уже давно поспешили скрыться из поля зрения Империи или присягнуть ей на верность. С новым государством они хотели воевать не больше, чем свинье хотелось попасть на праздничный стол с хорошей обжаркой и яблоком в пасти. А планы тех, кто еще хотел сопротивляться, Империя разрушила торпедными сферами и анаграми, специальным осадным оружием космической войны. Кстати, как вам вот этот анагр? На мой взгляд очень симпатичный и главное очень нужный корабль. И название хорошее, говорящее. Для справки, анагр это еще античная позднеримская осадно-метательная машина торсионного типа. Как правило, именно ее ошибочно называют катапультой. Но анагр, торпедная сфера и парочка других осадных машин появились позже, после войны. А во время воин клонов у Галактической Республики был аккламатор второй модели. Количество возимого десанта сократилось там на 80%. Раньше за казенный счет на треугольной маршрутке каталось 16 тысяч клонированных морд. А теперь внутри летало только 3200 клонов из числа десанта. Число возимой техники также заметно сократилось. С 80 лат только до 16. 48 от ТТЕ до 10. С 36 СПХА до 8. Хотя, учитывая огромный размер СПХА, джиггернаутов и тому подобных гигантов, вместо 8 самоходок можно было затолкать в корабль еще с десяток ходячих БМП АТТЕ или десяток-полтора легких танков или легких боевых шагоходов. Турболазерных бабах на аккламаторе с порядковым номером 2 стало вдвое больше. А вот их системы наведения почему-то сильно поплохели. Не иначе как ЗВшный аналог Винды новое обновление выкатил, который традиционно ломает сука систему. Как же ненавижу эти регулярные принудительные обновлялки в Винде. Ну да ладно, это личное. Легкие лазерные пушки у двойки вообще исчезли. Так что отмахиваться от истребительно-бомбардировочной мошкары экипажу оставалось только матом. Акламатор и раньше-то нельзя было назвать самодостаточным боевым кораблем, а теперь и вовсе без сопровождения ему лучше было нигде не гулять. Иначе эскадрилья другая бомбардировщиков могла превратить неприлично дорогущий торпедоносец в то, что может порадовать только сборщиков торсылья. Системы наведения торпед тоже почему-то захелели. Наводили их теперь едва ли не вручную. Будь вы республиканским флотоводцем, назначенным на эту посудину, вы могли бы сильно удивиться, на кой хрен нужен этот кастрированный недоакламатор. И да, в космическом бою толку от него было как от трусов без резинки. Дело было в его тяжелых торпедах, предназначенных для создания дыр в орбитальных щитах. А ошибка метко наводиться тут особо не надо. Планетарный генератор щита и проекторы щита от тебя ведь никуда не убегут. Можешь целиться хоть до второго пришествия Ревана. А когда щит был снят, ослаблен или изначально не покрывал всю планету, а только стратегически важные узлы обороны, эти же ракеты и торпеды использовались для орбитальной бомбардировки. Жахнул одной такой еудовиной по несчастным сепаратистам и... все. Помним, любим, скорбим, светлая память и все такое прочее. Даже хоронить будет нечего. Те из вас, кто останется в живых, будут завидовать... мертвым. После войны вторым акваматорам тоже нашли дело. Но о послевоенной судьбе акваматоров поговорим чуток попозжее. А сейчас вернемся к рассмотрению конструкции базового десантного акваматора. Венчала наш корабль традиционная для корпорации Куат надстройка. Первоначально на мостике не было иллюминаторов, так как инженеры-ротаны сочли этот традиционный элемент дизайна излишним. Но не прошло и пары месяцев, как значительная часть республиканских БДК обрела полноценное остекление мостика. Видимо, традиция смотреть на космос своими глазами оказалась сильнее новомодных тенденций. В коническом обтекателе располагался не только капитанский мостик, но и почти все сенсоры и сканеры корабля, а также узел связи вместе с приемопередающими антеннами. Система шифрования сигнала у акваматора, конечно же, была, как у любого военного корабля. Однако, учитывая тот факт, как часто переговоры республиканцев перехватывали сепаратисты, хреново у них как-то было с защищенностью сигнала. Мистер Робиноч, вы что не понимаете, что это сверхсекретная горячая линия? Ну, секретная горячая! А по обычной вы когда-нибудь с Одессой говорили? Я извиняюсь, но я вас отключаю. Отчасти из-за этого акваматоры редко выступали в роли флагманского корабля эскадры. В основном адмиралы предпочитали командовать с мостиков венаторов, у которых со связью было намного лучше. Да, и венатор корабль все-таки более живучий, а жить любят все адмиралы, и желательно жить подольше. Однако мне известно два случая, когда наш УДК был флагманом оперативного флотского соединения. Первый был в серии комиксов Republic, арка Дредноутс оф Рендили. Кстати, неплохой там сюжет. Так вот, там присутствовал акваматор с именем Сандайвер под начальством командера Адара Теллона. Знатоки Звездных Войн сразу узнали этого офицера. Блестящий тактик, принесший много побед Республике в воинах-клонов. Герой войны, увешанный боевыми наградами, как новогодняя елка-игрушками. После войны Адар несколько лет достойно служил Галактической Империи. Но потом прославленный офицер понял, что с Империей ему не по пути, а от Императора Палпатина его блевать тянет. И, конечно же, дезертировал. А когда появился Альянс Повстанцев, он примкнул к ним. Империя потеряла выдающегося военного гения, а Альянс Повстанцев, позже ставший Новой Республикой, приобрел одного из лучших офицеров своей недолгой истории. Ну да ладно, я отвлекся. Военные гении восстания – это тема для отдельной, очень большой видео статьи. Я лишь упомяну, что УДК Сайндайвер, которым командовал Адар Телон в конце Войн Клонов, был во главе крупной эскадры под командованием мастеров джедаев Сейзитина и Плокуна. Второй случай связан с эскадрой Акламаторов, которые в начале войны безуспешно охотились за графом Дуку. На тот момент винатор в Звездных Войнах еще просто не придумали, и там, так и да, Акламатор вынужденно был флагманским кораблем. Идем дальше. Мы еще не все рассмотрели на мостике и под ним. Каюты старших офицеров корабля и персонала мостика находились в надстройке, чтобы далеко не бегать от любимой койки до скучного рабочего места. Весь же остальной экипаж обитал в каютах на пяти палубах под надстройкой и над реакторным отсеком, вот тут. Там же находилась кают-компания, которую нам, увы, так ни разу и не показали. Там же был камбус, там же находилась столовка для офицеров и матросов корабельной команды, а вот пехотинцы, танкисты и механики, обслуживающие их технику, как уже было сказано ранее, жили вот в этой области по бокам от реактора. В передней части корабля в основном находились технические отсеки с оборудованием. Пусть вас не смущает небольшое количество жилых палуб. Общая численность экипажа корабля, без учета десанта, составляла всего лишь 700 человек. Замечу, что обычно в Звездных Войнах на кораблях такого размера экипаж состоит минимум из пары-тройки тысяч офицеров и матросов. Спасибо высокому качеству оборудования и высокому уровню автоматизации. Например, экипаж Винатора составляет 7400 человек. Экипаж его современника, Звездного Разрушителя типа Победа, насчитывал 5200 человек. И еще одно важное НО. В упомянутой ранее энциклопедии Starships of the Galaxy, как вы можете видеть, указана запредельная численность экипажа Аккламатора, 20141 человек. Учитывая обитаемое пространство Аккламатора, при экипаже в 20 тысяч рыл, там было бы тесновато, как рыбкам в банке прибалтийских шпрот. А то есть калининградских шпрот. В Прибалтике их ведь теперь не делают. После выхода энциклопедии держатели франшизы, тогда это был еще не Дисней, быстро спохватились, извинились, покаялись и обещали так больше не делать. Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Редкон все исправил. Полный экипаж Аккламатора 700 человек. Минимальный около 50. После войн клонов этих самых клонов в экипажах Аккламаторов становилось все меньше. Ну и правильно, на кой черт, на кой ситх они нужны, когда в галактике тьма тьма тьмущая опытных военных и желающих служить. Клонировать, как вы помните, продолжали в основном пехоту, танкистов и прочих специалистов, которые месили грязь на передовой. Флот удивительно быстро стал избавляться от клонов. Вернемся к кораблю. Там же, в надстройке, сразу же за капитанским мостиком находился и центр управления наземными операциями с огромным голографическим дисплеем, проецировавшим трехмерную карту местности. Эту комнату вы много раз видели в мультсериале, пару раз в комиксах, и она упоминалась в романах и рассказах, а также присутствует на множестве иллюстраций. Сидевшие в этой уютной комнатушке операторы руководили полетами лад и прочих десантно-высадочных средств, направляли действия наземных сил и прочее и прочее. Благодаря этой комнате аккламатор мог играть и играл роль полноценного мобильного штаба, в том числе, когда приземлялся на планету. Даже больше можно сказать. Когда аккламатор сидел на планете, он превращался не просто в штаб, но в крепость, так как имел мощную броню и приличные пушки. Но создавая это крайне важное помещение, рациональные до мозга костей инженеры и военные советники корпорации Куат Драйвьярдс явно не учли джедайские заморочки. Светопалкомахательные товарищи никогда не отличались рациональным мышлением на поле боя. Вы не псих? Нет, у меня исправка есть. Не любили они отсиживаться в штабе. Ну, за редким исключением, вроде мастера джедая Оппа Рансизиса, признанного военного гения Ордена. Видать, поэтому он прожил почти 200 лет. И, пожалуй, Оппа был единственным джедаем, знакомым с военным делом еще до Войн Клонов и знавшего, как управлять войсками. А в сочетании с его боевой медитацией получалась гримучая смесь. Напомню, так называемая боевая медитация — это очень хитрый и крайне полезный фокус, на который были способны лишь некоторые мастера джедая и их визави из конкурирующей конторы под названием Орден Ситхов. Боевая медитация значительно повышала моральный дух войск, до которых джедай мог дотянуться через силу, и, соответственно, загоняла на уровень Плинтуса мораль вражеской солдатни. А еще боевая медитация улучшала координацию своих войск и иногда вносила беспорядок в ряды неприятеля. Хотя именно в штабе мастера Оппа в итоге и грохнули. Дело было в самом конце войны, в битве за Салукимай, а залезал змееподобного воеводу темный джедай Сора Балк. Впрочем, убийца генерала недолго топтал грязь Салукимая. Совсем скоро светоножиком его подрезал Квинланд Восс, один из самых необычных от того и самых интересных джедаев Ордена. Так вот, генерала-джедая в штабе видели обычно до начала высадки на этапе планирования. А дальше в штабе мог остаться старшим по званию, разве что одинокий клон-офицер уровня командора с кучкой операторов. Надо же кому-то было командовать, пока их формальный начальник скачет по пулю брани со светошашкой наголо, удивляя клонов своей прытью и глупостью. Где должен быть командир? Опять впереди? На лихом коре! Если смотреть на джедайскую манеру командования объективно, их уровень военного мастерства был из категории ваньковзводный. Использование джедаев в роли генералов, командиров легионов и целых корпусов было только данью традициям. Ну еще и хотелкой Палпатина, так как такие лихие воеводы на войне дохли в товарных количествах, чем сокращали список тех, кого Палпатину и его верным слугам потом придется отлавливать и отстреливать после войны. А еще превращение джедаев в генералов наносило репутационный ущерб ордену джедаев, ведь галактики теперь все видели, что это нифига не служители мира и добра, что теперь в их руках власть военная, а это, как помнили историки далекой-далекой галактики и как доносили до простого населения средства массовой информации, раньше до добра не доводило. Достаточно вспомнить новые ситские войны. А если еще учесть, что экипажи кораблей Великой Армии Республики в основном состояли из клонов, которые до поры до времени беспрекословно подчинялись джедаям, ну дальше сами легко догадаетесь, что и как вещала пропаганда сепаратистов. Хотя будем справедливы, были и такие обитатели галактики, которые наоборот зауважали джедаев, когда те, образно говоря, надели погоны. Дескать, наконец-то джедаи стали защищать нас не только словом, но и делом. Но этих ребят было явно меньшинство. Кстати, об экипажах кораблей. В то время как на Винаторах, Архитенсах и кораблях других типов почти всю войну экипажи формировались преимущественно из клонов каминанских сортов, то вот на Акламаторах еще в первый год войны стали появляться смешанные экипажи. А ближе к концу войны процент обычных людей в экипажах этих УДК, судя по всему, все больше возрастал. Но обо всем по порядку. Все экипажи Акламаторов обучались на Камино. По причине секретности армии клонов Палпатин не мог доверить подготовку специалистов в специализированных же военных академиях. Хотя такая подготовка была бы более качественной. Да, каминанцы хорошие клоноделы и собаку, а в их случае рыбу, съели на выращивании и дрессировке клонов. И да, мандалорцы очень хорошие воины, когда воюют поштучно или маленькими кучками. Но ни те, ни другие не могли воспитать хорошие корабельные команды и тем более флотских офицеров. Каминанцы собственного военного флота не имели и иметь не планировали, так как от иметь им было некого. Оттого не имели они и соответствующих военных традиций, не имели устоявшейся системы военного образования. Мандалорцы же давным-давно флот имели и кое-как даже умудрялись воевать в космосе, а во время Ревана даже хорошо воевать. Но они столь же давно утратили компетенции в этой области. Вероятно, последний раз, когда мандалорцы что-то из себя представляли в космосе, используя флот в более-менее приличных количествах, был 738 год до Явена, когда Галактическая Республика в очередной раз выписывала им звездюлей, поразумляя не очень-то разумных ведроголовых. У мандалошек это событие называется Дралхан. Это был тот случай, когда Республика била быстро, решительно и эффективно. Чтобы вбить кол осиновый в их поганую яму. Как вы понимаете, за 700 лет кто угодно разучится воевать в космосе. Зритель, знакомый с комиксами, сейчас может попытаться возразить, что корабли в мандалошек все-таки были. Да, были. Но одно дело вооруженный транспортник, чтобы жопу возить от родной хаты до заказчика, или корвет, или фрегат сил планетарной обороны, или горстка истребителей и челноков у какого-то отдельно взятого клана. И совсем другое, крупный регулярный военный флот, способный вести эскадренный линейный бой по всем правилам военной науки. А вот такого у мандалорцев тогда не было. А если вы сейчас вспомнили очень удачные мандалорские корветы типа Крестоносец и линкоры типа Кельдаб, то это уже более поздняя история. Да и их было явно немного. Ко времени создания армии клонов, мандалорская область военных знаний уже много сотен лет как скухожилась до ниши локальных конфликтов малой интенсивности и действий относительно небольших диверсионно-разведывательных групп. Тоже очень полезные знания, но точно не то, что нужно флотским офицерам и матросам. Специально для сильно озабоченных и глубоко осадаченных радикальных фанатиков мандалорцев скажу несколько слов. А то шизиков среди этой публики полным-полно, готовых наврать стрелькоруба, выдергивая цитаты из источников, игнорируя при этом контекст. Лишь бы хоть как-то защитить и обелить своих любимых мандалошек, оправдывая даже устраиваемые ими геноциды и изобразить их чуть ли не супермайенами, супергеровами, суперпуперами. Хотя многие удивятся, но факт есть факт. Мне мандалорцы нравятся. Да, именно так, мандалорцы мне нравятся. Так же, как нравятся джедаи, ситки, повстанцы, имперцы, клоны, хаты, гунганы, да вообще все. Я всех одинаково люблю и над всеми одинаково прикалываюсь при случае. Мандалорцев, как и всех остальных, надо рассматривать как они есть, не делая исключений. Рассматривать со всех сторон, даже самых неприглядных сторон. Некоторые эти стороны я осветил в видео про наемников в Звездных войнах. Судя по комментариям, у некоторых тогда пригорело. Было очень весело читать эти комментарии. Давайте быть объективными, народ, а не дрочить на Манда по поводу и без повода. Мандалорцы — это всего лишь одна из мелких фракций, коих в Звездных войнах много, и на момент фильмов особой роли они не играли. Хотя, как инструкторы для клонированного спецназа и авторы учебной программы для клонов-пехотинцев, клонов-танкистов и некоторых других военных специальностей, Мандалорцы оказались вполне достойными специалистами. Как, впрочем, и инструкторы-советники, не являвшиеся Мандалорцами. Джанго Фетт ведь пригласил и других опытных наемников, которые с Мандалорцами не были связаны. Но вот в отношении флота все эти военспецы... Нет. Хотя, наверное, это было сказано в пустоту. Вменяемые здравомыслящие люди и так умеют объективно оценивать разные фракции Звездных войн. И главное — любить вселенную целиком, а не наяривать на одну из сторон до дыма из ушей. Не устраивать срачи в защиту какой-либо фракции до кровавых соплей. У вас все дома? А? Ну и ладно. Я всех люблю. Вернемся как к аккламатору. В течение десятилетия подготовительного периода большая часть построенных кораблей безжизненно болталась в дрифе, как говно в проруби. Болталась неподалеку от места сборки. Вероятно, многие местные рабочие и инженеры задавались вопросом, кто мог заказать строительство сотен кораблей и оставить их на долгие годы плавать без экипажей. Но никто всерьез этим вопросом не интересовался. Зарплату платят? Платят. В отпуск отпускают? Отпускают. Да и хрен с тем, кому эти корабли нужны. Обсудили в курилке или на кухне за рюмкой чая, да и забыли. Клоны, имея лишь незначительное количество кораблей в своем распоряжении в этот период для практики, большую часть времени обучались на тренажерах и в симуляторах. Симуляторы в Звездных Войнах игрушка очень крутая, посерьезнее, чем в реальности, и позволяет почти полностью обучить офицеров и матросов. Но реальная практика судовождения все равно нужна. А ее-то как раз-то и не было. К счастью, для Республики обучение только при помощи симуляторов и небольшой практики не оказало катастрофического влияния на профессиональные навыки клонов. Офицеры и матросы получились достаточно образованными. Впрочем, корабли Конфедерации, укомплектованные живыми экипажами, были опытнее, были более профессиональными. Но и тут республиканским клонам повезло. Ведь большинство кораблей Конфедерации летали с полностью или почти полностью роботизированным экипажем. То есть состоящим из дроидов, из жестянок, которые, как известно, особым умом не отличались. Клонов пронесло. Сразу после начала войн клонов, из-за стремительного наращивания численности флота Великой Армии Республики, потребность в новых экипажах заметно возросла, что заставило привлекать на службу обычных людей и нелюдей. В региональных вооруженных силах государств членов республики были собственные военные флоты задолго до войны, где обреталось предостаточно опытных матросов и офицеров. В том числе флотоводцев из уважаемых военных династий, сродословной, как у пуделя на выставке. Вот этих-то специалистов, готовых служить кто из патриотических соображений, а кто за хорошую зарплату Великая Армия Республики охотно привлекала в свои ряды. Кстати, в будущем эти офицеры станут ядром офицерского корпуса флота Галактической Империи. Матерые там были морские волки, то есть космические волки. А клонам доставались, в лучшем случае, должности командиров кораблей, да и то не всегда. Эскадрами же уверенно рулили обычные люди. Хотя во время войны роль клонов как корабельной команды постепенно уменьшалась, они по-прежнему составляли большинство среди пилотов-истребителей, бомбардировщиков и лаатов. Что же касается самих аккламаторов, то до битвы за Джонозис они никогда не участвовали в реальных боевых действиях. По правде говоря, Йода сильно рисковал, отправляя в бой неиспытанные корабли с необстрелянными экипажами, даже несмотря на их высокую теоретическую подготовку. Во время битвы несколько кораблей были уничтожены огнем земли после совершения посадки и высадки войск. Эти потери были признаны приемлемыми. Часть аккламаторов в течение всего сражения оставалась на орбите, обеспечивая огневую поддержку наземным подразделениям. И еще одна часть флота вступила в открытый бой с кораблями конфедерации, преимущественно представленными линкорами на базе барышника, нанеся им небольшой урон. В итоге, к концу первого дня, войска сепаратистов были рассеяны и начали полномасштабное отступление, отходя в свои города Улья и скрываясь в многочисленных подземных туннелях, которые, словно паутина, опутывали значительную часть планеты. Всего же в начальной фазе битвы на Дженосисе и над Дженосисом, которую мы все видели в конце второго эпизода, приняло участие всего лишь 20 аккламаторов, 12 из которых произвели посадку на поверхность планеты прямо в зоне боевых действий для ускоренной выгрузки десанта и доставки тяжелых турболазерных самоходок SPHA, которые иным способом доставить было нельзя. Из двух десятков участвовавших кораблей нам известны имена только четырех аккламаторов. Это были УДК Акин, Обвинитель, про который я уже рассказывал, а еще Величественный и Неумолимый. Последний несколько отличался от большинства аккламаторов. У этого УДК была улучшена броня, усиленная неким хитрым покрытием, не встречавшимся на большинстве других аккламаторов. В теории она лучше защищала корпус от энергетического оружия, но в итоге себя не оправдала по неизвестным причинам, так и не став массовой. Еще у Неумолимого были более мощные щиты, что позволяло ему садиться чуть ли не врагам на головы. И еще одно отличие. Огромный медицинский отсек, оснащенный всем необходимым оборудованием для проведения операции любой сложности. Ну, разве что роды там не принимали из-за ненадобности. Замечу, что у всех аккламаторов есть медотсек, но вот полноценным мобильным госпиталем, то есть госпитальным судном, они от этого не были. А вот УДК Неумолимый мог таковым быть и был. Хотя, конечно, в основном задачи госпитальных судов во флоте Великой Армии легли на специально оборудованные фрегаты типов Пельта и Медстар. Кстати, жизни военных медиков, клонов-санитаров, приглашенных гражданских специалистов и джедаев-целителей посвящена дилогия Медстар. Очень-очень советую эти книжки. Прекрасные романы с нетривиальным сюжетом, интересными персонажами и иногда неплохим циничным юмором. И еще раз к слову о книгах. В Репаблик Коммандо Хард Контакт, первый роман из серии про клонов Коммандос, кратко упоминается этот самый Неумолимый. Что же касается Величественного, это оказался корабль-долгожитель. Немногие акваматоры, увидевшие рассвет войны, дожили до ее заката. И еще меньше потом не были списаны из-за боевых повреждений, став частью флота Имперского. Величественный же доказал, что не просто так носит свое имя. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вскоре после битвы на Джоносисе, Величественный принимал участие в эвакуации группы спецназа Омега Сквиура. Успешно поперестреливался с одним из кораблей Техносоюза в компании с тяжелым крейсером Месть. А дальше в его жизни было множество боев с другими кораблями сепаратистов, десятки десантных операций. Корабль даже входил в состав специальной эскадры, охотившейся за Дуку. Охотившаяся Ясен Пенни удачно. А далее была модернизация, в ходе которой Величественный получил более прочную броню и спокойная служба во флоте Галактической Империи в завершении всего этого. Исходя из упомянутых выше примеров боевого применения аккламаторов, у вас могло сложиться впечатление, что Республиканское командование, ничтоже сумняшися, бросало десантный корабль в гущу эскадренного боя с кораблями сепаратистов. Но это не совсем так. Если приспичит, аккламаторы действительно могли использовать в линейном бою эскадр, как, например, было в битве возле Альдераана в двадцатом году до Явена. Там небольшое оперативное соединение мастера джедая Фетона вступило в бой с эскадрой конфедерации, попытавшейся нарушить грузоперевозки к Альдераану, нападая там на транспортные суда. Конфедерации, конечно же, хотелось бы захватить прекрасную планету целиком с девизом «Если есть на свете рай, мы захватим этот край». Но сил для осады планеты у сепаратистов в том районе просто не было. Пришлось довольствоваться рейдерством на коммуникациях. Но три аккламатора при поддержке альдераанских сил планетарной обороны нанесли тяжелое поражение сепаратистской эскадре, полностью изгнав их из этого района космоса. Но такие случаи были относительно редки. Если была возможность, республиканские адмиралы старались не использовать аккламаторы для прямого боя, применяя их преимущественно в роли УДК, роли десантных кораблей, для которой они и создавались. Аккламаторы участвовали во многих десантных операциях воин-клонов. Они внесли огромную роль при завоевании и освобождении таких стратегически важных планет, как Риот, Джанозис, Кристофсис, Тет, Мунилинст, Кашиик и так далее и тому подобное. Высаживали десант везде и всюду, от высокоразвитых планет ядра и внутреннего кольца до таких силой забытых окраин во внешнем кольце, где даже ранкоры срать боятся. И масштабы десантных операций бывали разные. Для захвата какой-нибудь планетки на отшибе галактики в каком-нибудь зажопинске с головы хватало даже одного аккламатора с половиной штатного зимого десанта. А вот для крупных сражений приходилось гонять десяток-два аккламаторов. Так, например, в битве за Кашиик, фрагмент которой вы видели в третьем эпизоде, участвовало более 25 аккламаторов. Сколько их там было точно, не говорится. А после высадки десанта аккламаторы обычно прикрывали десант из космоса или из верхних слоев атмосферы, вынося вперед ногами ключевые узлы обороны противника. Точно так же аккламаторы применял флот Галактической империи, которому они достались в наследство от республики. Причем, в отличие от винаторов, империя не думала отказываться от побитых в войне кораблей, так как они идеально вписались в новую доктрину флота. Империя никогда не использовала аккламатор в своих ударных флотах для прямого боя, но нашла им место в составе сил планетарной обороны и в осадах. Воевать кораблю-ветерану после войн-клонов было где и было с кем. Раньше я упоминал планеты-крепости, недобитых сепаратистов. Были и другие осколки конфедерации независимых систем, которые не захотели сложить оружие и дрались отчаянно с новой властью. Им империя в первую очередь начала изо всех сил наносить добро и причинять справедливость во имя тоталитарно имперских ценностей. В результате процесса большинство несогласных откинули копыта. Кто-то фигурально, а кто-то, у кого они были, в буквальном смысле. Новые корабли империя не строила. И дело было не в том, что они уже не были нужны, и даже не в том, что за предвоенный период и за время войны аккламаторов успели наклепать столько, что хватило бы на поколение вперед. Нет. Дело в запредельной стоимости аккламаторов. Я не нашел ценник в материалах по оригинальным Звездным Войнам, то есть в расширенной вселенной, также именуемой Старым Каноном. Хотя, возможно, где-то эта циферь все-таки была. А вот в новом каноне, в справочнике Clubs of the Republic, такая циферь имеется. И она, прямо скажем, нецензурно большая. 110 миллионов кредитов. Ничего себе были котелки у Куата. Вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо. Для сравнения, многими любимый Венатор, как в Старом, так и в Новом Канонах, стоит почти в два раза дешевле. 59 миллионов. Хотя Венатор значительно крупнее, лучше вооружен, имеет великолепное оборудование и такое прочее. Ну, разве что он тихоходнее аккламатора. Поэтому сперва имперцы взялись за калькуляторы, а потом за головы. Это в военное время денежки особо не считали, а вот имперцы, в данном конкретном случае, оказались более экономными. Вот бы они про экономию при постройке Свезды Смерти вспоминали. Хотя бы иногда. За первые два года существования империи новое государство особенно усердно прошлось по мирам Внешнего Кольца, на несколько порядков сократив тамошнюю популяцию до зубов вооруженных бандитских частных армий. Замечу, что ранее официальные лица Старой Республики старались даже не смотреть в сторону малонаселенных систем Внешнего Кольца, опасаясь, что при попытке сунуть нос в царящую там политическую темень, можно было гарантированно получить поен тому самому носу самым бесцеремонным и недемократичным способом. Раньше лишь джедаи отваживались направляться в самую глушь галактики, беззаветно решая местные политические конфликты. А когда масштабное кровопролитие послевоенного послевкусия прошло, с оставшимся флотом аккламаторов надо было что-то делать. Такое количество УДК, универсальных десантных кораблей, теперь было попросту не нужно. Даже ИЗР, имперский звездный разрушитель, штатно перевозивший легион штурмовиков, мог справиться с большинством задач по высадке десанта более эффективно. И, чтобы добро не пропадало, имперцы переделали часть аккламаторов, переделали военно-транспортные суда для снабжения своих многочисленных баз и аванпостов, а также для перевозки особо ценных грузов. В отличие от базовой модели, поздняя транспортная модификация аккламатора несла меньшее оружие и была оснащена не столь мощным гипердвигателем. Мощный гипердвижок кораблю теперь оказался попросту не нужен, так как почти не бывало случаев, когда транспортник мог реализовать его потенциал. Это в военные годы аккламатор вынужден был гонять со скоростью ужаленного в жопу зайца, а в относительно мирное время и движка второго класса было более чем достаточно. Особенно соглядкая на то, что подавляющее большинство кораблей сопровождения транспортного конвоя имели обычно двигателей того же второго класса. А то газанул чуток сильнее в гипере и бац, фрегаты и крейсеры сопровождения болтаются где-то позади на расстоянии в несколько парсеков. А отрываться от охранения транспортнику, даже имперскому, даже вооруженному и бронированному никак нельзя. Пираты и повстанцы во внешнем кольце не дадут соврать. Имперцы не только использовали аккламаторы в неизменном виде, но и модифицировали их под свои нужды. В основном ограничивались радикальным сокращением возимых парней с бластерами и техникой, то бишь десанта, и установкой дополнительного вооружения. А часть огромного десантного отсека переделывали в ангар для истребителей на несколько эскадрилей. Судя по всему, шесть эскадрилей, сколько точно, не уточняется. Все это потом называлось крейсером и отправлялось бодро крейсировать на бескрайние просторы империи для отлова пиратов и контрабандистов. А когда родился Альянс повстанцев, то и повстанцев тоже. Корабль пусть и старый, но у Альянса, особенно в первое время, кораблики были не лучше. Часть из них еще воины клонов помнила, когда воевала в составе армады сепаратистов. На всякий случай напомню, что в первые годы существования Альянса заметная часть его флота состояла из старых кораблей Великой Армии Республики, то бишь Армии Клонов, и Конфедерации Независимых Систем, они же сепаратисты. Часть кораблей повстанцам передали сепаратюги, до которых так и не дотянулась удушающая хватка имперских властей. Но возвращаемся к акваматору. Нам известно несколько кораблей, переделанных подобным образом. В игре Empire at War их называют фрегатами, хотя по габаритам и по системе классификации Анаксиса, про которую я уже подробно рассказывал в видео про эволюцию кораблей в Звездных Войнах, это был типичный тяжелый крейсер. Например, в Empire at War есть боевой акваматор с пафосным именем Галактический Страж. Как говорила Фаина Раневская, под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа, так что меньше пафоса, господа. Вот и этому пепелацу пафосное имечко не помогло. Все-таки пафосное превозмогание это про другую вымышленную вселенную. Или можно вспомнить там же встречающийся тяжелый крейсер Агрессор. Вот уже нормальное имя для корабля. Хотя кроме имени сказать про него нечего. Был он и и все тут. Еще одной известной переделкой времен войны был Дефиант, что можно перевести как Вызов или Дерзкий. Тоже хорошее имя. Дерзкую клоновозку вы могли видеть еще в Воинах клонов, который полнометражный фильм, а не мультсериал. Именно он привез на Тед отряд клонов плюс Эникеича сковороткера и его свежеиспеченную и тогда еще нежеланную ученицу Асо Кутана. Всю войну, а после верой и правдой служил под знаменем имперской шестеренки. Дослужился кораблик аж до галактической гражданской войны, а дальнейший след корабля теряется. Хотя терялись и сами аккламаторы. В военном хаосе и неопределенности первых послевоенных лет несколько аккламаторов попали в руки недружелюбного вида граждан, обретавшихся по другую сторону закона. Для пиратов аккламатор был шикарным подарком судьбы и очень редким подарком. Такие дары послевоенного бардака имперцы старались отслеживать и вертать взад, то есть возвращать законным владельцам в виде себя любимых. Ну или уничтожать вместе с катавшимися на них пиратами. С появлением империи в жизни всех крупных пиратских группировок галактики началась черная полоса, медленно, но верно переходящая в жопу зебры. А еще недолго жила-поживала и проблем галактики наживала такая преступная империя, преступная организация с элементами НВФ, незаконного вооруженного формирования, как консорциум Занна, созданная крайне амбициозным и на редкость наглым дядькой Тайбером Занном. Ему каким-то образом удалось раздобыть несколько акваматоров и затем использовать их супротив имперцев. Но, увы, у нас нет подробностей, где он именно их нарыл и как именно использовал. Хотя от этого подлеца можно многое ожидать. Вон он какую организацию отгрохал и даже кое-какую идеологию для нее сочинил. Конечно, грабить и убивать можно и без всякой идеологии, но тогда ты просто убийца и бандит. А вот если ты себя называешь борцом с угнетателями, защитником свободы, истинно верующим или какой-то еще подобной смолочью, то тогда, промышляя убийствами и грабежами, ты не убийца и бандит, а борец за свободу и разносчик цивилизации. Но вернемся-ка еще раз к имперским аккламаторам. Относительно небольшому проценту имперских кораблей досталась роль космических мега-автозаков. Нет, мамкиных революционеров с любовью к селфи в автозаках, ласково выловленных ОМОНом на незаконных протестах, они не катали. Слишком дорогое получилось бы удовольствие катать так малолетних дебилов. Эти аккламаторы стали тюремными транспортами, перевозившими заключенных с планет, где они были осуждены до тюрем строгого режима и трудовых вагерей. Если вы совершили тяжкое преступление и попали на борт аккламатора автозака, можете быть уверены, вас везут в такую жопу галактики, про которую лучше даже не знать и не слышать, а ждет вас там пожизненное заключение без права на амнистию и без намека на гуманность. Все-таки империя и гуманизм как-то не очень-то сочетались. Узников имперских трудовых вагерей, как кровожадных рецидивистов-уголовников, так и военнопленных повстанцев в Альянсе предпочитали называть рабами. Отчасти это было правда, ведь зэки были бесплатной рабочей силой. В стройбат у меня нет никакого настроения. С детства не вношу бесплатного физического труда. На стройплощадку первой звезды смерти часть каторжников вуки тоже доставляли тюремные аккламаторы. Это был путь почти ничем не отличались от серийных десантных кораблей. Разве что в десантно-грузовом отсеке оборудовали тюремные камеры вместо рельсовых направляющих слад и боксов с техникой. За одну ходку тюремный аккламатор мог перевести более 20 тысяч заключенных. Ну или рабов, термин зависит от точки зрения. В сериях комиксов Rebellion и Empire упомянуты такие корабли. Один из них был захвачен Альянсом повстанцев в битве у планеты Калист-6 находящийся в системе Калист в районе глубокого ядра. На Калисте-6 находилась старая военная база превращенная в имперский период в трудовой лагерь. Все помнившие войны клонов испытали в этой битве дежавюк так как с повстанческой стороны сражался корабль типа Бунтарь эхо воин клонов воевавшие когда-то на стороне сепаратистов. В результате боя повстанцы захватили тюремный аккламатор. Автозак сразу же был переименован освобожденными в Скайуокер в честь Люка Скайуокера сыгравшего важную роль в освобождении рабов. Бывшие заключенные стали первым экипажем аккламатора торжественно передав его повстанческому флоту. А дальнейшая судьба корабля увы неизвестна. Но можно не сомневаться что аккламатор с экипажем из бывших рабов воевал хорошо испытывая к империи совершенно определенные чувства. Я не знаю пощады я беглый раб. Ты бегать начал молодец. Но данный аккламатор был не единственным этого типа кораблем сражавшимся с тоталитарной империей за дело свободы демократии прав человека и прочих подобных бла-бла-бла лозунгов. Например в новом каноне есть аккламатор с именем Лот Стар. Он присутствует в тревоге Алфа Бет Сквадрон алфавитная эскадрилья авторства Александра Фрида. Хотя некоторые со мной сейчас точно не согласятся но скажу что эта тревогия получилась очень даже неплохой несмотря на новый канон. Добротный космический боевичок с элементами военной драмы который с некоторой натяжкой можно назвать даже серо-моральным нынче модная тема. На русский язык насколько мне известно эти книжки не переводились но стиль у автора достаточно легкий изумных выражений вы там почти не встретите так что минимального знания английского языка уровня Виталия Мутко рекомендую к прочтению всю тревогию еще и по причине а так стоп у нас тут сегодня не разбор ЗВшной литературы ближе к делу Лот Стар оказался живучим кораблем он прошел всю войну клонов потом два десятилетия служил в имперском флоте в роли авианесущего крейсера а затем был захвачен повстанцами генерал новой республики Гера Синдула да та самая из мультсериала подозревала что в Лот Стар не осталось ни одной гайки и ни одной бронепанели которая не была бы заменена за эти годы настолько часто этот десантный корабль бывал в бою вскоре после победы над Эндором Лот Стар был флагманским кораблем элитной эскадры Барма Барма Баттл Групп на борту Лот Стар базировалась истребительная эскадрилья Метеор бомбардировочная эскадрилья Град и эскадрилья смешанного состава Авангард с последней вы знакомы по игре Star Wars Squadron которую не критиковал только ленивый ну хотя есть за что а еще на корабле Лот Стар путешествовал отряд спецназа с богатейшим боевым опытом 61-й отряд мобильной пехоты более известный как Рота Сумерки хотя к тому моменту это уже было далеко не Рота а нечто более внушительное кстати похождением 61-х посвящен один из лучших романов по новому канону Баттл Фронт Твилайт Компани тоже рекомендую Лот Стар пережил много войн но война с осколками Империи стала для него последней авианесущий крейсер погиб в битве за Церберон это в районе глубокого ядра а после флагманом элитной эскадры стал более достойный и более подходящий для этой роли корабль звездный разрушитель типа Император с именем Избавление ну или Освобождение Спасение так как слово Деливеренс можно и так перевести с новым флагманом эскадра продолжала бороться с имперскими недобитками Аккламатор 2 после военклонов тоже нашли где использовать сперва это были вышеупомянутые планеты крепости недобитков сепаратистов а потом их могли задействовать для осады какой-нибудь мятежной планеты или независимой планеты правитель которой еще не понял кто тут главный главнюк в галактике и не хотел добровольно принудительно становиться под царственную двань его императорского величества а когда подходящей цели не было Аккламаторы 2 привлекали для патрулирования торговых путей благо вторая модель была такой же шустрой как и единичка сдриснуть от осадно-десантного шустрика было ой как непросто такой какому угодно головорезу с большой дороги мог дать урок имперской этики имперской морали а потом догнать и еще раз дать так же как и часть аккламаторов первой модели данный корабль получил ангар или ангары на несколько эскадриль хотя неизвестно где его сумели оборудовать вероятно для этой цели корабль полностью лишили десантного отсека разместив МЛА в двух ангарах по правому и левому борту известно что на момент второго года до Явина некоторое количество аккламаторов второй модели все еще активно использовалось в имперском флоте но не только империя пользовалась вторыми аккламаторами некими неведомыми путями несколько штук оказалось во флоте новой республики как именно они их добыли не сообщается скорее всего это были трофеи взятые на абордаж в ходе хаоса неопределенности наступившей после эндорской катастрофы катастрофы разумеется для имперцев экс-повстанцы а ныне новореспубликанцы всегда отличались редкостным хорошим умением использовать все возможные ресурсы аккламаторы не стали исключением так в очень важной для новой республики битве за планету Миндор состоявшейся через полтора года после сражения над эндором в составе осаждающей планету новой республиканской эскадры было сразу два аккламатора второй модели битва описана в очень интересном романе Люк Скайуокер и Тени Миндора вот его обложка тоже советую ознакомиться кстати в битве за Миндор флот новой республики задействовал и другие редкости например линкор типа оплот еще одно наследие воин клонов воевавшие когда-то на стороне сепаратистов и еще над Миндором было два очень редких корабля-заградителя проекта CC 7700E или двойная семерка как их называли сами экипажи заградители эти были созданы на базе одноименных фрегатов только без приставки Е в циферно-буквенном индексе тоже не часто встречающаяся посудина но хотя бы не настолько редкая как модификация корабля-заградителя а тут их было сразу два вообще же кораблей-заградителей по типу воспрещающего умеющего вытягивать кого угодно из гиперпространства и мешающих туда прыгнуть у альянса повстанцев вообще не было не считая парочки трофейных таких как рейсер Пилигрим которым они водили ну очень недолго а во флоте Новой Республики кораблей-заградителей было мало но они хотя бы были справедливости ради стоит сказать что повстанцы крайне редко использовали акваматоры как-то уж так получилось что они редко попадали в мятежные что лично мне кажется странным хотелось бы почаще у повстанцев и Новой Республики видеть послевоенное использование аккламаторов и винаторов чаще повстанцы вынуждены были довольствоваться запчастями подбитых аккламаторов а иногда и целым вооружением и электронным оборудованием уцелевшим после падения как это было с кораблем Страж найденным повстанцами на поле боя на планете Ксорн там у Рэбилов была тайная военная база одновременно служившая мини-фабрикой и ремонтным пунктом для корветов и легких транспортников база называлась Литейная-4 как название проспекта в Санкт-Петербурге о том как имперцы пытались эту базу взять и о том каких неожиданных союзников обрели повстанцы читайте в книге Фрейнс Вэкзис там интересно ну или можете прочесть соответствующую коротенькую статью в нашей группе ВКонтакте ссылка на группу традиционно висит в описании под видео а я продолжу в останках погибших аккламаторов валяющихся на планетах или болтающихся в космосе на импровизированных кладбищах кораблей повстанцы ковырялись как раньше в расширенной вселенной так и в новом каноне ничего тут не поменялось в первые годы и после войны в этих останках легко можно было найти много всякой полезной всячины которую затем выгодно продать на черном рынке или использовать самому но когда образовался альянс повстанцев большинство корабельных кладбищ уже разграбили все уже украдено до нас все уже украдено до нас однако были и те кому аккламаторы достались в хорошем состоянии с небольшим пробегом по галактике те кто мог найти склады имперского резерва где была списанная техника хранившаяся там на случай большого шухера такого например как война с южаньвонгами так как империя развалилась на известные склады резерва попытались кто-то даже успешно наложить лапы военачальники имперских осколков в теории больше всего аккламаторов должно было быть во флоте возрожденного императора Палпатина так как известно что его флот в немалой степени состоял из кораблей резервных законсервированных флотов которые до поры до времени находились в мирах ядра хотя это относится к категории предположений так как у нас нет точных сведений об использовании аккламаторов в компании возрожденного императора против Новой Республики лишь косвенные данные но с высокой долей вероятности можно утверждать что аккламаторы у ожившего Палпатина были и правдоподобности тут гораздо больше чем в меметичном британском highly likely а вот кому точно повезло с резервной техникой так это Эниксу Девиану служившим при дедушке Палпатине личным ассасином благородными мыслями в стиле ничто не истина все дозволено ассасин этот свою башку не занимал и с крыши в сток сена не пикировал всего лишь резал бошки всем на кого указывала царственная двань его императорского величества а когда сие императорское величество величественно сдохло к радости новой республики и большей части имперских осколков которым оживший царек уже был нафиг не нужен при распиле растаскивания империи Эниксу Девиану пришлось найти себе новую цель парень оказался предприимчивым нашел чем заняться он сколотил свой собственный имперский осколок но не с Бэк Джеком и Твилечками с низкой социальной ответственностью а из имперских ветеранов не согласных с ныне творившимся в галактике Трамп Тарарамом и веривших в старые имперские идеалы свой относительно небольшой осколок он назвал ни много ни мало возрожденная империя Ресторат Эмпайр название с большой претензией на успех но у имперцев староверов как-то не сложилось пацанк успех ушел не получилось не фортануло во флоте его возрожденной империи из собственно имперского были разве что доспехи штурмовиков и несколько челноков и истребителей а вот вся остальная техника была старой списанной республиканской времен воин клонов пинаторы аккламаторы истребители нимбус арк-170 шагоходы АТТЕ броневики джаггернаут и тому подобное включая латы со всей техники сдули пыль провели мелкий ремонт и пошли воевать но воевать не открыто а подлянки устраивать так как у Эникса Девиона было слишком мало сторонников для полноценной войнушки с новой республикой или с имперскими осколками которые он тоже терпеть не мог и всячески им гадил желая послать их куда-то далеко туда куда шлет группа Ленинград в песне Дорожная но Девиан явно упустил момент к 12 году после Явина новая республика была уже сильна могуча и более-менее едина в своих целях ощущая себя почти победителем в галактической гражданской войне хотя до победы было еще далеко осколок тогда все еще был силен но уже был совсем не тем что несколько лет назад и вот пилион и кучка мофов хотя и не сдюжили поднять лежавшее имперское государство но хотя бы устойчиво поставили его на четвереньки и присматривали чтобы никто не пристроился сзади пытаться в этой ситуации влезть в общегалактическую политическую игру с целью еще больше стравить обе стороны и на этой волне выкроить себе участок галактики это было глупо неизвестно как именно Эникс использовал героя сегодняшнего видео вряд ли в роли УДК в единственной известной крупной битве возрожденной империи сражений на орбите Оринды имевшиеся у него акваматоры дрались в качестве крейсеров Оринда ежели вам интересно находится вот тут в секторе Ириши в среднем кольце битва завершилась полным разгромом погромом имперцев-староверов Кирдык наступил и самому Эниксу Девиану его безо всяких церемоний и нравоучений зарезал вот этот крутой джигит в красном бывший императорский гвардеец Кир Канос его похождением посвящена серия комиксов Кримсон Эмпайр очень-очень советую хотя я вообще-то комиксы мягко говоря не очень-то люблю скорее наоборот но серия Кримсон Эмпайр понравилась даже мне вы думаете после этих событий акваматоры окончательно списали в утиль и про них забыли нет-нет-нет старый ветеран еще дал о себе знать бывалый УДК в составе флота имперского осколка успел повоевать даже с Юженьвонгами а все потому что альтернатив этому десантному кораблю у осколка попросту не было ну и в завершение как минимум один акваматор воевал в составе очень причудливой эскадры нерегулярного флота утробы личной эскадры имперского военного гения адмирала Натаси Даалы во время второй галактической гражданской войны Натаха такое вытворяла что никто не остался равнодушным ее флот сражался во второй битве у Фандора в битве у Роше оба сражения были в 41 году после Явина а затем ее эскадра с участием акваматора сражалась в битве у Экзода 2 там был такой себе имперский между собой осколок и импери руки с одной стороны Натаха Далавна и мятежные муфы с другой в итоге ничья победила дружба так сказать в процессе дружбы пушками поломали кучу кораблей и отправили в лучший мир много народу но акваматор судя по всему и тут остался цел все-таки живучие кораблики строили куатовцы хэпи-энд такс вроде бы рассказал все что хотел по данной теме обожаю рассказывать про корабли про технику ваше мнение обо всем услышанном и увиденном традиционно ожидаю в комментариях под видео и в комментариях в нашей группе вконтакте ссылка на которую есть в описании тему следующего видео выбирайте в голосовании на бусти ссылка тоже есть в описании на этом у меня на сегодня все всем спасибо за внимание всем пока субтитры и субтитры субтитры